11-месячная девочка в реанимации. Её мать в шоковом состоянии. Бабушка, которая приехала повидаться с внучкой, погибла. Страшная авария произошла в горном щите. На семью наехал грузовик. Как только очевидцы ДТП поняли, что водитель был пьян, они накинулись на мужчину. Окровавленные туфли, бутылка с молоком, раздавленная детская коляска. В этой жуткой аварии погибла 43-летняя Светлана Шмотьева. Пострадали её невестка и 11-месячная внучка. Как только местные жители понимают, что произошло, бросаются на виновника ДТП. Десятью минутами ранее грузовик на огромной скорости выехал на полосу встречного движения. Чтобы избежать столкновения с автобусом, водитель большегруза резко свернул вправо, заехал на тротуар и сбил пешеходов. Не останавливаясь, водитель грузового Рено проехал ещё почти 70 метров. Снёс линию электропередач, протаранил стоящую на обочине малолитражку и затормозил только у светофора. Водитель автомобиля Рено, двигаясь по улице Будённого сторона, улицы в сторону города Полевского, со стороны города Катеринбурга, не справившись с управлением, предварительно водитель, следующий 73-й год рождения, в предварительном состоянии. Последствия аварии сегодня устраняют электромонтёры. На месте, где погибла Светлана, лежат цветы. Трагедия произошла прямо на глазах у сватов. Они живут в этом доме за перекрёстком. Бабушка приехала повидаться с внучкой, вышла прогуляться, прошла буквально несколько метров, и вот здесь у забора её сшибла грузовая машина. У Василия Муроса в этой аварии пострадали дочка и внучка. Именно он одним из первых оказался на месте ДТП. Именно он вызвал скорую, а затем, узнав, что погибла его сватья, бросился останавливать людей, которые накинулись на виновника аварии. Я за ним сразу практически побежал. Я же даю отчёт, что само суть-то это не есть хорошо. Оттащили, да и здесь ребят сразу, ну, в посёлок вам быстро же всё это узнаётся. Оттащили. Дочери Василия распорола руку. Сейчас молодая мама дома в шоковом состоянии. Её родственники по очереди дежурят в 9-й детской больнице. У 11-месячной Насти тяжёлая травма головы. В настоящее время ребёнок находится в отделении реанимации. Состояние его стабильное. Он на спонтанном дыхании, то есть дышит сам. Рядом с местом аварии появился полицейский патруль. Этот участок дороги местные жители давно окрестили смертельным. Год назад здесь, на пешеходном переходе, насмерть сбили ребёнка. На прошлой неделе двух велосипедистов. И даже недавно установленный светофор не заставляет водителя избавлять скорость. Даже вот тут вот перейти, где светофоры, то не дают по-человечески перейти, по пятам едут. По словам автоинспекторов, обезопасить участок могут лишь лежачие полицейские. Но установить их здесь нельзя, так как эта дорога – часть Полевского тракта. В ГИБДД готовят сразу два предписания. Свердловск, Афсадор, обяжут поставить знаки, ограничивающие скорость, а администрацию Чкаловского района – уличные фонари. Марина Тайсина, Евгений Лапидус, новости 4-го канала. И как раз сегодня президент Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа в заре от нарушения ПДД. В частности, за вождение в пьяном виде грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Закон вступает в силу 1 сентября. Еще одна авария, в результате которой пострадал ребенок, произошла в Екатеринбурге. У автокрана отлетело колесо и упало на детскую коляску. Восьмимесячную девочку доставили в больницу. Авария произошла на перекрестке бебели пехотинцев. 20-килограммовое колесо автокрана отсоединилось во время движения и ударилось в Ниссан. Потом выкатилась на тротуар и упала на коляску. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости, ушиб мозга и перелом правой ключицы. По словам врачей, малышке еще повезло. Девочка находится в 9-й больнице. Продолжение следует...